Лето перешагнуло экватор, а значит все больше внимания уделяется подготовке к началу учебного года. В микрорайоне Купеленко группа общественников вместе с сотрудником госавтоинспекции и волонтерами Молодой гвардии Единой России, как это делается уже не первый год, решила проверить подходы и подъезды к детскому саду Колобок. Это мероприятие связано с безопасностью дорожного движения, безопасностью наших детей, их родителей, которые идут в садики, в школы. Это проект Единой России, федеральный проект, так и называется, безопасные дороги. Наличие пешеходных переходов, наличие знаков, чтобы к сентябрю снизить возможный травматизм и вообще риски этого травматизма. Как показывает практика, такие встречи позволяют не только обнаружить проблемные места, но и наладить связи между активистами внутри микрорайона, чтобы впоследствии решать возникающие вопросы совместными усилиями. Я, кстати, председатель 11-го дома. Очень приятно. В микрорайоне Купеленко организация дорожного движения не раз была предметом пристального внимания как со стороны сотрудников госавтоинспекции, так и администрации округа. Во многих небезопасных местах установлены знаки, нанесена разметка. Тем не менее, полицейский опытным взглядом находит недочеты. Как дети вот здесь будут переходить? Здесь, в смысле, вот по этому тротуару, имеете в виду? Ну, чаще всего они идут, конечно, вот таким вот образом, и сразу проходят вон туда, к себе, к воротам. Вот здесь, если вы считаете, что нужен еще один, в принципе, можно, я думаю, его организовать, чтобы напрямую можно было. Конечно, напрямую, потому что они здесь в любом случае будут бегать. Его поддерживает председатель совета дома номер 6, во дворе которого находится проблемный участок. И лежачий полицейский можно делать, потому что тут дети бегают. Лошадка там, а летят все отсюда, отсюда летят. Можно лежачий полицейский делать. Общественники вместе с присоединившимися неравнодушными местными жителями обошли все подходы и подъезды к детскому саду Колобок. Было выявлено еще несколько проблемных участков. Но, как отметила представитель общественной организации «Союз женщин Подмосковья» Ксения Демченко, главное вовсе не знаки или разметка. Безопасные дороги – это не только обеспечение на уровне муниципалитета, ограничители скорости, ИДН, знаки. Я уверена, что это ответственность личная каждого. И, в первую очередь, уважение к людям, рядом с которыми ты живешь, забота о ближнем и самодисциплина, конечно. Проверка безопасности подходов и подъездов к школьным и дошкольным учебным заведениям будет проводиться общественниками вплоть до начала учебного года. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.